На картине «Виртуоз» изображена стайка детей, которые с увлечением слушают маленького музыканта. Сам «Виртуоз» увлечен своей игрой. Глаза прикрыты, брови насуплены. Понятно, что мальчику не до консерватории и музыкальных школ. Скорее всего, парнишка сам обучился игре. Но он освоил эту сложную науку. Иначе не сидели бы вокруг него дети, наблюдая за его игрой. Лица детей светлые и чистые. Каждое лицо — свой характер, своя маленькая история. Вот светлый мальчуган. Звуки инструмента для него — настоящее чудо. Конечно, балалайку деревенские дети видели. Но ведь когда играет на ней твой друг, это настоящее диво. Поэтому он не спускает глаз с умелой руки маленького «Виртуоза». Темный мальчишка. Игра ему нравится. Да и исполнение тоже. Но? Но вдруг «Виртуоз» ошибется? Может такое быть? Именно это выражение написано на хитром лице парнишки. Девочка в красном платке просто слушает мелодию. И на лице ее появляется улыбка. Мальчик постарше стоит и задумчиво смотрит вдаль. Музыка что-то ему навеяла. Видимо, маленький музыкант и в самом деле виртуоз, если заставляет задумываться своих друзей и нас, почитателей творчества Николая Богданова-Бельского. Рассматривая картину в засаде, невольно изображение превращается в поэтизированную среду, где вспоминается отрывок из произведения «Крестьянские дети» Николая Некрасова. Писатель умиляется маленькими авантюристами и искренне выражает любовь к крестьянской ребятне. Иларион Михайлович Прянишников изображает лето, окраину деревни с проселочной дорогой, по которой идут двое ребят. Один из них несет удочку, перекинутую через плечо, а другой несет бодейку. Позади них изображен еще один мальчишка, который, видимо, хочет вместе с ними отправиться на рыбалку. Мальчики идут уверенно, о чем-то беседуя и ничего не подозревая, что их ожидает. Слева изображено поле с золотистыми колосьями. Справа нарисована изгородь, за которой ветвистые и пушистые ели. Яркий солнечный свет озаряет дорогу и лесную опушку. Елки низко склонили свои ветви и создали прохладную тень, где и устроились в засаду пять деревенских мальчишек. Один из них выглядывает из-за куста и докладывает об увиденном рядом сидящему. Мальчишки притаились и приготовились к внезапному нападению. Лишь только один из ребят в красной рубахе и коричневом жилете имеет задумчивый вид, как будто бы сомневается в правильности поступка. В центре сюжета картины Владимира Маковского простые мальчишки-пастушки. На лугу с удовольствием посчитывают сочную траву коровы. Погожий день, все залито солнечным светом. Мальчик сидит на пеньке и мастерит рогатку. Остальные дети внимательно наблюдают за его работой, совсем позабыв о пасущихся животных. Их лица выражают неподдельный интерес и сосредоточенность, которые присущи только юным исследователям за интересным занятием. Полотно написано натуральными мазками, контуры целенаправленно смягчены. Лес, составляющий фон, деликатно размыт, для того, чтобы не отвлекать внимание от главных героев. Колорит полотна веселый и контрастный. Яркая зеленая трава, ясное голубое небо, красное платье девочки, как символ того, что нам стремится показать художник, особую полноту жизни в деревне, умение замечать и дорожить простыми радостями. Перед нами картина Алексея Корзухина «Крестьянские девочки в лесу». Глаза девочек наполнены драматизмом. Что-то напугало их в густой чаще. Кто знает, зачем они попали в этот широколиственный лес. Возможно, они просто гуляли, ходили за ягодами или цветами. В руках у девочек лукошка. Их взгляд устремился куда-то вдаль, где произошло что-то, что заставило их бояться и прижаться друг к другу. Возможно, там, вдали, они услышали вой волков или рев медведя. Богатство русского леса заставляет рисовать в воображениях различные сюжеты. На лицах можно увидеть не только испуг, но и детское любопытство. На полотне мы можем четко понять мастерство художника Корзухина. Происходящее заполнено светотеневыми эффектами, которые вызывают волнение и беспокойство за бедных крестьянских девочек. Вглядываясь вглубь леса, пугаешься его темной чащей. Волнение усиливается от эффекта света, который падает на дерево. Его ствол могуч, что говорит о его многовековой истории. Такие леса характерны для нашей страны и являются гордостью нашего народа. По простому одеянию девочек и их босым ногам мы можем увидеть, как жили простые крестьяне в прошлые века. Интересен портрет Микки Морозова работы Валентина Серова. Художник не делает акцент ни на одной вещи интерьера. Это касается и стула, который будто сливается со стеной, и непонятной формы разноцветной накидки на нем. То же самое касается и общего фона картины. Все сливается в одну сплошную гамму, которая окружает главную составляющую – ребенка. Каким-то чудом автору удается определенный момент, когда мимика мальчика выражает встревоженную озабоченность. Он будто чем-то удивлен или даже больше напуган, но при этом не спешит убрать свой взор с объекта, на который пало его внимание. Нужен особенный талант, чтобы, увидев раз, суметь отобразить это на холсте в полной мере. Ведь исключено, что ребенок позировал одну и ту же гримасу весь процесс написания картины. А учитывая, что дети непоседливы, то такая возможность и вовсе исключена. Особое внимание уделяется и позе мальчика. Он будто хочет вскочить со стула, но при этом до конца не уверен в правильности данного движения. Прикованный и одновременно готовый к действию, он смотрит на что-то. При этом его талия направлена в левую сторону, что показывает направление, уже выбранное мальчиком. Если главная часть интерьера, стул, получилась расплывчатой, то внешность ребенка при всем его неброском одеянии вышла очень ярко. Золотистые локоны, заплетающиеся в кудре, приоткрытые розовые губы, черный оттенок глаз и нежный румянец на щеках – все это придает его образу особую привлекательность. А яркое белое одеяние Мики приближает мальчика к чему-то облачному, мягкому, тому, что характерно, маленьким ангелам.